Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Привести территории, примыкающие к заводам и производствам в порядок. Глава Самары Елена Лапушкина проверила санитарное содержание заводского шоссе. Один из знаковых парков Самары готовят к майским праздникам. Депутаты Городской думы провели субботник в Парке Победы. Режиссерская версия романа «Преступление и наказание». Премьерный показ спектакля «Эпилог» прошел в Самарском театре драмы «Камерная сцена». Концерт в поддержку наших бойцов и специальной военной операции. В столице региона выступила российская певица, композитор и актриса театра Вика Цыганова. Глава Самары Елена Лапушкина награждена благодарственным письмом президента Российской Федерации за активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации. Торжественная церемония вручения государственных наград и поощрений президента России прошла сегодня в Москве в Екатерининском зале Кремля. Награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Помимо главы Самары награды получили первые лица и других городов и муниципальных образований страны. На сегодняшний день в Самаре в рамках месячника по благоустройству прошло три средника и три субботника, в которых приняли участие более 280 тысяч человек. С городских улиц было вывезено более 36 тысяч кубометров собранного мусора. Об этом говорили на еженедельном совещании в городской администрации, которое провел первый заместитель главы города Владимир Василенко. Напомню, общегородской субботник из-за погодных условий был перенесен на 29 апреля. И часть работ, такие как, например, высадку деревьев, в минувшую субботу не выполняли. Тем временем в Самаре дороги местного значения сданы под мойку. Это значит, что основные улицы уже очистили после зимы. Кроме того, отремонтировано более 1600 дорожных ограждений. В ходе месячника продолжаются работы по подметанию и мойке пешеходных дорожек, сбору и вывозу зимних накоплений, прочесыванию газонов, санитарной обрезке и валке аварийных деревьев, ремонту малых архитектурных форм, ликвидации граффити в парках и скверах. Глава Самары Лена Лапушкина проверила санитарное содержание заводского шоссе. Это одна из крупнейших улиц Самары, связывающая Кировский, Промышленный, Советский, Железнодорожный районы города. Рейд прошел после совещания в мэрии, на котором глава дала поручение представителям всех предприятий, расположенных на заводском шоссе, привести территории, примыкающие к заводам и производствам, в порядок. Что показали результаты рейда в нашем сюжете. В субботу, 22 апреля, глава Самары Лена Лапушкина проверила санитарное содержание заводского шоссе. Это одна из крупнейших улиц Самары, связывающая Кировский, Промышленный, Советский, Железнодорожный районы города. В начале недели глава города провела совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на заводском шоссе, во время которого призвала представителей предприятий привести в надлежащее состояние, прилегающее к их заводам, производствам, магазинам, мастерским, территории. Очистить от граффити объявлений здания и заборы, ликвидировать парковку на газонах, собрать и вывезти накопившийся мусор. В конце недели глава Самары приехала проверить, как выполнено поручение. Вижу, что ситуация по заводскому шоссе после совещания, которое мы проводили на прошлой неделе, с руководителями меняется. Сейчас с главными районами поговорили детали. Необходимо все-таки довести тему до конца и по окраске заборов, и по подбору мусора, и убрать вот эту незаконную рекламу, которая очень портит вид. Малыми усилиями можно навести там достаточно приличный хороший вид. Сотрудники одного из предприятий, расположенных на улице Боярово, подошли к призыву главы города с энтузиазмом. Рассказывают, с прилегающей к заводу территории вывезли пять камазов мусора, спилили аварийные деревья. Теперь планируют организовать просторную парковку для всех работников. Очистили, собственно говоря, здесь свалка в какой-то степени была, завал, парковку очистили, продолжаем двигаться далее. То есть до конца планируем, вот с соседним предприятием тоже договоренность есть, что они нам помогают, расчищаем, собственно, всю территорию. В субботу по всей стране проводился всероссийский субботник. Однако в Самаре в связи с погодными условиями общегородской субботник перенесен на следующую неделю. Но многие самарцы не испугались плохой погоды и вышли на уборку. Глава Самары поблагодарила жителей за активную позицию и пригласила всех завершить уборку города 29 апреля. На этот день перенесен общегородской субботник. Были такие грандиозные планы и по уборке территории, посадке деревьев, и по покраске малых архитектурных форм, но погода распределилась несколько иначе. И все, что запланировали сегодня, конечно, завершимы 29 числа. Внести свой вклад в благоустройство не только дворовых, но и общественных территорий Самары может каждый житель города в любой день недели, напомнила глава города. С 15 апреля все самарцы старше 14 лет могут принять участие во всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства. В Самаре в голосовании участвуют 20 пространств, которые были определены в ходе первого этапа отбора. Это парки, скверы, бульвары и другие общественные территории. Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, уже в следующем году будут обновлены пространства, набравшие наибольшее число голосов. Голосование проходит до 31 мая на платформе 63.городсреда.ру. Андрей Горгуленко, Виктория Шаря, Константин Головин. События. А в Парке Победы наводил порядок трудовой десант городского парламента. Депутаты ежегодно выходят в преддверии майских праздников на эту знаковую территорию. Работы идут в рамках месячника по благоустройству. На уборке в Парке Победы побывала и наша съемочная группа. Памятники героям, военная техника, вечная агония, символы Победы. Один из знаковых парков Самары готовят к майским праздникам. Вот уже несколько лет депутаты городской думы проводят субботник в Парке Победы. И в этот раз, несмотря на хмурое, дождливое субботнее утро, здесь кипит работа. На уборку вышли народные избранники, сотрудники аппарата думы, члены общественного совета и молодежный парламент. Совсем скоро наступит 9 мая, главный великий праздник нашей страны, праздник Победы. И парк Победы, который именуется, является точкой притяжения. Сюда придут ветераны, к сожалению, немногочисленные оставшиеся в их участники. Здесь есть места славы и не только техники времен Отечественной войны. Здесь и у нас вечный огонь, памятник малолетним узникам контрационных лагерей. Уважаемые самарцы, дорогие земляки, сделаем наш город чище, краше. С 7 утра участники Всероссийского субботника, разделившись на группы, собирают мусор и прошлогоднюю листву, упаковывают все в пакеты. Ранее уже привели в порядок берег Волги и Струковский сад. Убираются депутаты и на территории своих округов. Здесь, как мы уже видим, парк практически убрали. Сейчас завершающие аккорды. Мы его убираем, заканчиваем, привели парк в порядок. И после этого перемещаемся на другие территории. Каждый депутат в свой район также наводит чистоту и порядок. В этом году всем активистам, которые принимают участие в субботниках и средниках, вручают памятные значки, призванные напомнить, что чистые дворы, скверы и парки делают город комфортным для жизни. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. В Самаре прошла акция «Культура памяти», организованная Министерством культуры нашей страны. Артисты, режиссеры, писатели и художники приводили в порядок аллею актеров на городском кладбище. Подробности у Светланы Тимофеевой. На этот субботник люди пришли не только с граблями и ведрами. В руках цветы. Артисты и режиссеры привели в порядок аллею актеров, которые находятся на городском кладбище. К ним присоединились Самарский союз художников, союз писателей, сотрудники библиотек. Мы живем пока, мы работаем здесь и сейчас на сцене. После нас не остается ни нот, ни картин. Поэтому артист жив, пока жива память. И то, что много лет тому назад мы росли, мы воспитывались на этих артистах, мы учились у наших старших коллег, старших товарищей. Мы с ними вместе служили. Акцию «Культура памяти» организовало Министерство культуры Российской Федерации. В этом году она прошла впервые. Актеры, музыканты, писатели убирали прошлогоднюю траву, приводили в порядок памятники. В силу разных причин ухаживать за некоторыми могилами некому. Я думаю, что у каждого горожанина нашего города есть здесь хоть одна, но могила кто-то здесь есть. Но и здесь захоронены прекрасные артисты, которые несли культуру людям, несли культуру в наш город. И как бы почтить их память, убраться у них на могиле, мне кажется, это, ну, как бы это пафосно ни звучало, это святое немножко дело. Актер Виталий Тимошкин начал уборку с могилы Ванда Оттович-Воловской. Говорит о женщине с придыханием. Это была мама, это был мой преподаватель курса. Я мать потерял рано, она заменила нам все это. Эх, сейчас таких людей нету. Такая женщина была бескомправистная, монументальная. Добрая, как океан. Ай, одна из красивейших актрис, которая появляется на предприциальных подносках. Представители творческой богемы одобрили идею акции памяти и решили повторить ее в следующем году. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков, События. Молебен, мастер-классы, сладкие подарки и праздничный концерт. В Самарском духовно-просветительском центре Кириллиц состоялся ежегодный пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг». Он прошел уже в пятый раз, по традиции, в первую субботу после Пасхи. На праздники побывала наша съемочная группа. Пасхальному фестивалю творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг» в этом году пять лет. В юбилейном концерте принимает участие 14 инклюзивных коллективов. Всего на праздник пришло порядка 150 особенных детей. Наша задача, чтобы эти дети вышли из дома. Они показали свою работу. Они же репетируют. Они должны увидеть зрителей. Им должны поаплодировать. Это мощнейший стимул для развития. Потому что, да, педагоги делают свое дело, а мы им помогаем, семьям, чтобы дети эти развивались и чувствовали себя полноценны. Праздник по традиции проходит в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе. Перед концертом провели молебен и тематические мастер-классы. Церковь всегда внимательно относилась ко всем детям. И, тем не менее, очень внимательно относится именно к социальной работе и всем тем, кому нужна какая-то помощь и нужное общение. К этим людям и детям мы спешим в первую очередь. В завершении праздника торжественное награждение всех участников фестиваля, памятные фотографии и угощения куличами. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Создавать уют в домах, делиться светом и теплом – их повседневная работа. За звание лучших работников энергетической отрасли поборолись представители гидро- и теплоэлектростанций Самарской области и Ижевска. Подробности узнала Галина Топилина. В Самаре подвели итоги регионального этапа ежегодного конкурса профессионального мастерства среди энергетиков компании «Т-Плюс». В числе участников – начальники смен и основных цехов электростанций, машинисты котлов, турбин, крес и ТЭЦ Самарской области и Удмуртии. Всего семь команд. События значимые для компании. Прибивают культуру производства, выявляют таланты. Судейская комиссия оценивала теоретические знания и практические навыки участников на девяти этапах. Два практических этапа – ликвидация возгорания и оказание первой помощи – прошли на территории Самарской ТЭЦ. В журе отмечают – отрыв по баллам между участниками минимален. Победила команда ТЭЦ «Ваза» из Тольятти. У начальника смены химического цеха ТЭЦ «Ваза» Екатерины Разумовой две медали – в общем и личном зачете. Готовились, естественно, усердно, командно. Друг за друга болели, друг другу помогали. В мае команда ТЭЦ «Ваза» поборется за звание лучшей в финальном этапе конкурса в Ульяновске. Там встретятся сильнейшие команды из 16 регионов страны. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Это музыкальное произведение стало визитной карточкой Самары. В честь 115-летия со дня премьеры вальса Ильи Шатрова на сопках Манчжурии в Струковском саду прошла творческая акция. Подробности расскажет Александра Гусева. Эта мелодия уже более века известна не только в Самаре, но и во всем мире. Вальс на сопках Манчжурии, написанный капельмейстером прославленного Макшанского полка Ильей Шатровым, не перестает звучать и сегодня. Он есть в репертуаре практически всех духовых оркестров мира. Когда звучит вальс на сопках Манчжурии, за артистов оркестра я могу сказать то, что у нас возникает такое волнение и трепет перед этим произведением, потому что здесь, в Струковском саду, оно было впервые исполнено, и это как визитная карточка нашего города. История создания произведения тесно связана с Самарой. Именно здесь Илья Шатров написал его и впервые представил публике. Премьера состоялась 24 апреля 1908 года на площадке Струковского сада. В честь этого памятного события накануне Самарский концертный духовой оркестр провел творческую акцию, посвященную знаменитому вальсу. Сегодня позвучат вальсы, написанные примерно в ту же эпоху, в 1900-х годах, в начале 20-го века. Кроме вальса на сопках Маньчжурии, это вальс «Амурские волны», и вальс Джойса «Воспоминания», и вальс Дрейзена «Березка». Концерт прошел у скульптурной композиции, посвященной первому исполнению вальса. Напомним, в 2013 году Самарский концертный духовой оркестр вышел с инициативой о проведении целого фестиваля в память о легендарном вальсе. Он так и называется «На сопках Маньчжурии» и проводится уже на протяжении 10 лет. Этим летом самарские духовые оркестры вновь примут в нем участие. Александра Гусева, Николай Сидоров, События. Премьерный показ спектакля «Эпилог» прошел в Самарском театре драмы «Камерная сцена». На соцзрителей представили режиссерскую версию романа «Преступление и наказание», а точнее его заключительные части. Русскую классику увидела и наша съемочная группа. Оксана Киселева и Галина Никулина дружат еще с институтской скамьи. Женщины уверены, поход в театр – лучшая пища для души. А сопоставлять увиденное на сцене с текстом прочитанных произведений очень интересно. Этот театр нас еще ни разу не разочаровал. Мы здесь бываем часто, и я ожидаю глубинного понимания этого произведения. Мне хочется увидеть все-таки героя, который сумел в себе что-то открыть. То, что он даже сам не ожидал, может быть, открыть в себе. То есть, как-то удивить и нас, и себя. Знаменитый роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» сегодня есть в репертуаре почти всех театров страны. Русская классика по нраву не только зрителям, но и самим режиссерам. Главная тема постановки эпилог – любовь, которая ведет и спасает. Если вы спросите школьника, который в 10 классе изучает этот роман, чем закончился он роман? Все скажут, он раскаялся, поверил в Бога, и все это произошло на каторге. Ничего подобного. Он на каторге не раскаялся, не поверил в Бога. Ничего с ним подобного не произошло до тех пор, пока он не полюбил Соню. Но ты очень из худого рода. На здешний день ты не выдержишь. Не выдержу. Значит, умру. Все равно. Спектакль насыщен актерскими этюдами и вниманием к деталям. Его будет интересно смотреть и тем, кто знаком с романом, и тем, кто только собирается его прочесть. Следующая встреча актеров со зрителями пройдет 13 мая в 18 часов. Ксения Баканова, Константин Головин, События. Встреча весны и прилета первых птиц. В Самаре отметили башкирский праздник Каргатуй. Название переводится как «грачиная каша». По легенде, эти птицы, первыми прилетающие с юга, олицетворяют пробуждение природы после долгой зимы. В этот день принято угощать птиц. Если они будут сыты, то и год будет урожайным. На праздники побывала Ксения Баканова. «Где башкир, там и курай», – гласит старинная народная поговорка. Для Вилмира Аубакирова игра на музыкальном инструменте – это не просто увлечение, а дело жизни. А владеть искусством непросто, рассказывает мужчина. Важно научиться правильно дышать. На курай играли наши деды, прадеды. И поколение вот этот инструмент передался мне. Я тоже продолжаю традицию. У меня тоже своя семья. Я детей тоже учил играть на курай. Три звука – звук курая, звук горлового пения, звук грудного пения. Сочетаются в одном инструменте. Очень сложный инструмент. Просто, если научиться, очень важно. Каргатуй – это древний башкирский национальный праздник. История его не просто многовековая, а тысячелетняя. Предки башкир верили, что весну на кончиков крыльев приносят грачи. Поэтому в этот день старались задобрить крылатых вестников. Для этого варили кашу и угощали пернатых. Мы мусульмане все, башкиры. Вот когда грачи прилетают, мы их встречаем кашами. Это для чего? Для того, чтобы они отблагодарили нас и чтобы были урожаи. Ну, мы должны сейчас грачи кормить. Ну, покормим мы их. И людей, чтобы люди тоже отблагодарили нас. И все было, все хорошо на земле. По традиции башкиры накрывают праздничный стол. К чаю подают блины, чак-чак, баурсак, хворост и другие сладости. Считается, что год будет урожайным и удачным, если на праздники все будут сыты и довольны. Вообще у башкира любой человек, который приходит в гости, он самый главный после Бога, после Аллаха. Поэтому, когда гости приходят, что бы ни было, какое настроение, что у тебя там в доме, это никто не должен знать. Ты должен все то, что у тебя дома есть, какие угощения есть, все должен поставить на стол, человека встретить. Праздник проводится Самарской общественной организацией «Курултай-Башкир» и Домом дружбы народов при поддержке администрации города уже 18-й раз. В этом году он посвящен участникам специальной военной операции и их семьям. Ксения Баканова, Сергей Баскин, События. Концерт в поддержку наших бойцов и специальной военной операции. В столице региона выступила российская певица, композитор и актриса театра Вика Цыганова. Она представила благотворительную программу совместно с группой «Северный ветер». Подробности в сюжете Александры Гусевой. Так поет русская душа. Концертная программа Вики Цыгановой «Мама Россия» была организована в рамках акции «Я с тобой Россия» и направлена на укрепление традиционных ценностей. Каждая исполненная песня была наполнена любовью к родным, близким и родине. У меня есть такое четкое убеждение, что наш народ пробуждается, пробуждается его вера в сердце. И люди приходят в себя. После вот этого, вот этой жизни потребления, люди начинают возвращаться к своим ценностям. Это важно. И сегодня в зале была фантастическая, просто огненная консолидация людей, вот этого духа русского. Концерт состоялся на сцене Самарской филармонии и был организован с целью поддержки российских военнослужащих. Артисты стараются держать связь с семьями тех, кто защищает интересы нашего государства в зоне проведения СВО. Все средства, вырученные с концерта, будут направлены в поддержку нашей армии. Многие песни, прозвучавшие со сцены, были посвящены нашим военнослужащим. На концерте присутствовали жены, матери и сестры тех, кто сейчас находится в рядах российской армии. Потрясающе. И порыдали, и посмеялись, и поплакали. Все успели. Эмоции зашкаливают. Вот действительно, очень горячие, такие теплые эмоции, потому что я жена военнослужащего. Ой, у меня эмоции просто зашкаливают. Я первый раз на таком концерте. Сестра мужа, она замужем за его военнослужащим, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. И поэтому она меня позвала с собой составить ей компанию. Благотворительный концерт прошел при поддержке Министерства культуры Самарской области и Самарской митрополии Русской православной церкви. Одним из организаторов стал Союз православных женщин Самарской области. Александр Гусева, Николай Сидоров. События. Самара ГИС возглавил рейтинг лучших телеграм-каналов по версии Нью-Медиа. Специалисты Нью-Медиа опубликовали несколько рейтингов лучших телеграм-каналов телекомпаний страны за последние 30 дней. Самара ГИС занял первое место в рейтинге каналов по вовлеченности реакции с показателем 6,8%. Здесь учитывалось соотношение всех активностей подписчиков, репосты, комментарии и реакции, количество просмотров публикаций. Кроме того, мы вошли в топ-20 российских каналов по уровню цитирования, заняв 17 место. Здесь показатели участников исследования рассчитываются, исходя из количества их упоминаний в сторонних телеграм-каналах. Данное исследование было основано на анализе 124 телеканалов. Пользователи, которые следят за нашим телеграм-каналом, в числе первых узнают обо всех важных новостях, которыми живет Самара. Еще одно преимущество для наших подписчиков в телеграм. В комментариях можно оставить жалобу, и она практически моментально уйдет в профильные городские службы. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале городской администрации приглашают принять участие в опросе «Ночь музеев-2023». В этом году акция пройдет 20 мая. Тема созвучна. Году педагога и наставника. История и истории. В центре внимания не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях. Музеи и учреждения культуры подготовят экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. Жители города просят рассказать, планируют ли они принять участие в акции и какие мероприятия готовы посетить. Опрос доступен по опубликованной в телеграм-канале ссылке. В преддверии празднования Дня Победы объявляется прием фотографий ветеранов Великой Отечественной войны для изготовления портретов с символикой бессмертного полка. Информируют в телеграм-канале Самарского района. Для этого нужно предоставить фотографию ветерана на бумажном или электронном носителя и сведения о нем, фамилию, имя, отчество, годы жизни, звание, а также указать контактный номер телефона для связи. Место приема фотографий – улица Некрасовская, дом 38, кабинет 3А. Срок приема заявок – до 3 мая 2023 года. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки приглашают жителей города отдать свой голос за парк или сквер, которые преобразятся уже в будущем году. Напомним, что это можно сделать на платформе 63.городсреда.ру до 31 мая. В России уже 5 лет с успехом реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому города приобретают новый облик, обновляются общественные пространства. Во всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства участвуют 20 общественных пространств по всей Самаре. В поселке Управленческий по адресу улица Сергея Лазо, 13, работает мастерская по изготовлению маскировочных сетей для бойцов, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Пункту необходима поддержка и дополнительные руки. Телеграм-канале Красноглинского района Самары просят неравнодушные жители присоединиться к изготовлению сетей. Пункт работает без выходных, исключая праздники с 10 до 14 часов. Все подробности по телефону 8-927-018-5481. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok